Президент России Владимир Путин сегодня в Новогорёво провёл рабочую встречу с главой Нижегородской области Глебом Никитином. На встрече обсуждалось социально-экономическое положение Нижегородской области, и Глеб Никитин доложил об итогах работы региона в первом полугодии. Как вы сами оцениваете, что в течение этого года, как вы думаете, вам удалось, где вы чувствуете, что получили удовлетворение от достижения поставленных вами же перед собой задачам, а на что нужно было бы обратить дополнительное внимание и выделить больше внимания, больше проложить усилий из того, что вы считаете важным, и пока ещё в этих сферах не достигнуты нужных результатов? Владимир Владимирович, ну что касается результатов, то все серьёзные реперные точки, которые я для себя ставил, они пройдены в графике. Мы начали с промышленности, сейчас у нас в пилотной зоне уже 100 организаций, не всех, но большинства секторов экономики. То есть это социальная сфера, то есть даже социальные учреждения, в других регионах этого нет. Школы, медицинские учреждения, несколько министерств, в принципе, это модель выхода на эффективное правительство, так называемое. То есть это программа эффективной губернии. Производитель Минэкономразвития, который курирует национальный проект, реально считает нас лидерами в этом вопросе. Производитель труда выросла на 12%. Очень важно посмотреть на зарплату. Зарплата действительно в номинале рос 9%, реальная заработная плата выросла на 5,8%. То есть на 6%. У нас выработка, отгрузка в реальных секторах экономики выросла на 12% по этому полугодию. Мы считаем, что рост как минимум 6 миллиардов рублей розничного оборота был обеспечен за счет чемпионата мира. Не могу удержаться, чтобы еще раз вам огромное спасибо не сказать за то, что вы дали возможность Нижнему Новгороду провести чемпионат мира. Совершенно фантастический праздник и отношение людей просто абсолютно удивительное. В части туризма мы развиваем сейчас кластер Арзамас-Саров-Дивеева. Мы хотели бы создать туристический кластер, который включает в себя развитие транспортно-логистической сети, создание центра размещения туристов в Арзамасе, мультимодальный маршрут железнодорожный, автобусный, который ведет туристов из Арзамаса в Дивееву. Я с вами говорил в декабре, вы поддержали, сказали, что это важная тема для развития городов. И мы с тех пор с Минокровым развития, с Дома РФ и со Стрелкой разработали концепцию восстановления исторических центров. Владимир Ильич, я направил свое предложение в правительство. Думаю, что было бы неплохо включить в федеральный проект «Городская жилье и городская среда» отдельный проект восстановления нескольких пояса российских городов и центров, чтобы они стали центром притяжения для туризма, чтобы надо тот потенциал, который чемпионат мира по футболу создал, использовать и развивать. Есть некоторые вопросы, которые могут быть решены быстро, связанные с оборудованием реабилитационного центра нашего, а также с развитием системы поездов здоровья, которые мы уже запустили, я два поезда здоровья сейчас запустил. Огромный спрос и огромные положительные отзывы. Тысячи человек на госпитализацию, на дообследование, выявлены онкологические заболевания на ранней стадии.